Здравствуйте! В эфире программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина и прямо сейчас о главных событиях в Чувашии. Все начинается с проекта. За качество проектно-сметной документации при строительстве социальных объектов в Чувашии будет отвечать рабочая группа. Главному празднику посвящается. Победители международного педагогического конкурса из Чувашии проводят уроки победы. Ястребы взлетели. Чебоксарская баскетбольная команда разгромила тульский арсенал. Чтобы не срывать сроки сдачи социально значимых объектов республики, появится Банк данных проектов. Это инициатива временно исполняющего обязанности главы региона. Олег Николаев предложил изучить опыт других субъектов и создать рабочую группу, которая будет отвечать за проектно-сметную документацию и прохождение экспертизы. Подробности у Дмитрия Ковалева. В числе приоритетов реализация адресной инвестиционной программы. До конца года необходимо построить и реконструировать более 50 социально значимых объектов. На 2020-й намечено открытие филармонии регионального центра по хоккею двух школ, восьми детских садов. В бюджете заложено более 4,5 миллиардов рублей. Их надо использовать в намеченные сроки. Поэтому на первый план выходит качество подготовки проектов. Чаще всего именно из-за просчетов документации подрядчики теряют время. Наиболее низкое сравнение бюджетных средств в 2019 году наблюдается на следующих объектах. В сфере культуры. Реставрация здания полномочного представительства Чувашской республики предпрезиденте Российской Федерации. В сфере дорожного хозяйства строительство автомобильной дороги по улицам. 1, 2, 3, 4 микрорайона университетские 70%. Проектирование третий транспортного полукольца 0%. Так, по итогам прошлого года, в республике не освоили порядка 1 миллиарда рублей, которые были выделены из бюджета на реализацию адресной инвестиционной программы. Из-за низкого качества проектов приходится проходить повторные экспертизы. А это просто и в работе. Доходит прохождение экспертиз до трех раз. Когда-то в проекты вносятся изменения. Многократно после этого вносятся опять в экспертизу. Качество проектной документации должно улучшить долгосрочное планирование работ. Временно исполняющий обязанности главы региона поручил муниципальным властям составить поэтапный график строительства социально значимых объектов на ближайшие пять лет. Давайте мы запроектируем наши объекты, социальные, культурные и иной инфраструктурных объекты на ближайшие пять лет. Что нам для этого надо сделать? Нам для этого, получается, наши территории, муниципалитеты должны определить так называемую картину образа будущего. Если муниципальные власти определяют образ будущего, в республиканском инстрое, опираясь на эти планы, должны подготовить необходимую документацию. Важную роль в этом процессе Олег Николаев отвел в Министерство финансов. То есть, чтобы мы этот процесс профинансировали централизованно, мы обеспечиваем четкий контроль, прежде всего, за счет централизации этих процессов, за ходом реализации строительства этих объектов на всех стадиях проектирования, строительства, эксплуатации. Понимая, например, что мы в 2022 году должны построить конкретный объект, мы уже, например, в 2021 году предусмотрим средства для того, чтобы сделать проектную документацию. Так называемый банк данных с перечнем проектов должен быть создан в ближайшее время. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Еще одна тема в совершении правительства – бюджет. В него планируют внести изменения. Временно исполняющий обязанности главы региона поручил в ближайшие дни Согласовать с Министерством финансов планы работы – основываясь на заявках муниципалитетов. Самое главное в этом процессе, уважаемые коллеги, посмотреть на то обстоятельство, насколько эти заявки обоснованы на речи проектной смертной документации. Необходимых иных согласований, экспертиз для того, чтобы деньги были, с одной стороны, освоены, но, с другой стороны, не просто освоены, а чтобы появились реальные объекты, необходимые людям для реализации тех целей и задач, которые заложены, прежде всего, в рамках национальных проектов и, соответствующим образом, оформленных в целевых программах. Согласовать с предложением муниципальных властей в Министерстве финансов намерено на этой неделе, а до конца февраля проект закона о республиканском бюджете должен быть направлен в Государственный совет Чувашии. Мы говорим о таких важнейших событиях, мероприятиях, которые ожидаются в текущем году. Это 75 лет победы, это 100-летие автономии республики. Все, что мы сейчас, если мы сегодня что-то упустим, то нам будет сложно уже потом словировать и предусмотреть эти средства. В Чувашии создадут Высший экономический совет. Он объединит представителей власти, бизнеса и общественных организаций. Цель – вывести экономику региона на новый уровень развития. Выстроить в республике более четкий и понятный механизм работы с инвесторами и уменьшить административные давления на бизнес. Такие задачи ставит сегодня правительство перед новым структурным образованием. Высший экономический совет должен делать упор на поиск перспективных проектов, предполагающих выпуск конкурентоспособной продукции и создание хорошо оплачиваемых рабочих мест. Наша задача – организовать эту работу таким образом, с тем, чтобы на этой площадке у нас собрались, с одной стороны, понятно, органы государственной власти, с другой стороны, это значит наука, с третьей стороны, бизнес и иные институты гражданского общества. Цель – добиться того, чтобы через взаимное проникновение у нас получилась такая научно обоснованная стратегия, с другой стороны, чтобы у нас появились инновационные инвестиционные проекты, которые бы нам как раз позволили диверсифицировать экономики и создавать новые рабочие места и решать те задачи, которые ставят перед республикой. И с третьей стороны, дать четкий, ну, можно сказать, заказ или посыл, или там, или иную информацию для науки, для высшего учебного заведения, для среднепрофессиональных учебных заведений о том, какие кадры нужны, и какие компетенции потребуются в ближайшей перспективе и, соответственно, в дальнейшем. Курировать совет будет депутат Государственной Думы, председатель Комитета по финансовому рынку России Анатолий Аксаков. Выходцы еще ваши, причем достаточно продвинутые бизнесмены, работающие в IT-сфере, начали уже присылать предложения о том, что с их точки зрения необходимо сделать. Я бы, думаю, это два направления. Первое направление – это предпринимательский климат, там надо посмотреть, что есть у соседей. Так у нас здесь, соответственно, положительное воспринятие для того, чтобы, ну, скажем так, бизнесу было привлекательно работать в республике, и не только родному, а и тому, который в других регионах работает. Не секрет, что некоторые соседи переманивают, потому что и чувашских бизнесменов, нам надо эту проблему разрешить. Свою работу Совет начнет в феврале-марте этого года. Готовится положение о Высшем экономическом совете и его составе. Оно пройдет общественное обсуждение. Рифат Фадкулин, Андрей Шоклев, Республика. В Москве подвели итоги первого этапа международного конкурса «Уроки победы». Среди участников 62 – педагога из Чувашии. В числе лучших работ социальный проект учителя Буинской школы и Бресенского района Надежды Сари. Для этих юных исследователей урок «Победа» длится не 45 минут, как положено в школьном расписании. Это урок на многие годы. Ребята из Буинской школы со своим руководителем Надеждой Сарлеева создают по крупицам истории своих героев. Не случайно их поисковый отряд так и называется «Память». Очень горд, что я вместе со своими друзьями и со своим руководителем Надеждой Ракадьевной выезжаю на всякие разные мероприятия, разные конкурсы. Особенно запомнился выезд в Шумерлю, в Сурский рубеж. Доставило море эмоций. Мы занимались реконструкцией боя. Мы с моим другом были ранеными солдатами. Мне тяжело давалось, потому что я представил, насколько это было на самом деле тяжело. Поисковики приносят свои находки в школьный музей, вносят в карты собранную информацию, детально записывают беседы с ветеранами. Все для того, чтобы сохранить историческую память. Победа в конкурсе – стимул двигаться дальше, считает руководитель проекта. В этом году наша страна празднует 75 дилетий Победы. Это великая дата. И мы тоже хотим оставить свой след в истории нашей страны. В этом году мы планируем проводить мероприятие приуроченной 75-летии Победы. Мы с учениками нашей школы, поисковиками, хотим попасть на экспедицию поискового фронта. Шаг за шагом ребята уверенно идут по следам боевых сражений целых армий, дивизий, отдельных батальонов. Это ближе к перекрестному пути, ближе к перекрестному пути. А теперь соединяем, пожалуйста. Школьники восстанавливают истории 39-го саперного батальона по архивным материалам и воспоминаниям старожилов Вуинска. Это очень увлекательно. В проекте 2019 года, и мне эта тема очень интересна, поэтому я в него и вступил. Мне нравится посещать разные места, изучать историю. Такие проекты существуют для того, чтобы Россия нашла своих героев, никогда их не забывала. Это память, это история, это очень важно. Найти родственников героев, упомянутых в документах, проследить их судьбы с помощью интернета стало намного проще. Так активная участница поискового отряда в социальных сетях Нелли Ахмедзянова нашла информацию о своем прадедушке и помогает теперь другим. Твой дедушка воевал, твоя бабушка воевала. Не хочешь ли ты узнать, как там все это было? Я буду активным гражданином. Я кадет, ученица кадетского класса. Считаю то, что это почетно, и нужно как-то свои погоны почетно представлять. Поэтому и истории получаются очень личными и оттого еще более убедительными. Помните через века, через года, помните о тех, кто же не придет никогда. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Социальный лифт запустили в Чувашии. Два конкурса для управленцев региона проведут в этом году в Республике. Соответствующий указ подписал сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии во время встречи с полуфиналистами всероссийского конкурса «Лидеры России». Их опыт пригодится в организации состязания местного масштаба. Тему продолжит Ирина Волкова. Выйти в полуфинал конкурса «Лидеры России» – это уже победа. Дистанционные испытания по всей России в этом году проходили более 90 тысяч человек. А в региональные полуфиналы прошли лишь три тысячи управленцев. На очных испытаниях их компетенции оценивали специальные комиссии – профессионалы по подбору персонала. Вместе с солидным опытом, впечатляющим бизнес-резюме, конкурсанты пополнили и копилку идей. Они непременно хотят воплотить их уже здесь, на родине. У нас 14 дипломированных специалистов по народным промыслам. Хотелось бы с вами тоже поработать в этом ключе. У нас есть свои наработки. Хотелось бы от вас поддержки в этом движении. Профессиональная подготовка IT-кадров в регионе тоже требует внимания, считают лидеры. Неплохо бы реанимировать IT-кластер, созданный в республике несколько лет назад. Все, что со стороны цифровых технологий требуется для этого, мы готовы в этом участвовать. Мы в этом заинтересованы, потому что этот уровень, который у нас есть, его надо сохранять и поддерживать. Со своей стороны готовы вникнуть в ваши предложения. Те, которые вызовут, проекты, которые вызовут чувство гордости за нашу республику, привлекут внимание к вашей профессии. Те проекты, которые действительно важны и для наших жителей, при поддержке Олега Алексеевича мы, конечно же, поможем реализовать. Не зря конкурс лидеры России уже третий год подряд называют социальным лифтом. Участников берут в оборот госструктуры. Высокие должности получили более 150 лидеров России. Двое возглавили регионы, пятерым нашли применение в федеральных министерствах. Как использовать ресурс управленческих кадров Чувашии? Это главный вопрос. Тех, кто показал себя, полуфиналистов, те, кто вышел в очный турнир, скажем так, лидеров России, первое, привлекают в общественные советы, экспертные советы при главе региона. Такая практика существует. Есть практика, что берут советниками региональных министров. Мы поставили перед собой цель серьезно переработать стратегию развития республики и пересмотреть, если не все, большинство подходов к реализации этих целей. И в этой связи, конечно же, вот вовлечение компетентных людей, это очень важно. На волне всеобщего внимания ко всероссийскому конкурсу, инициированному президентом России, свои региональные уже запустили Татарстан, Нижегородскую область. Это ресурс для создания кадрового резерва и для подготовки к федеральному этапу. Вот указ, в соответствии с которым, я его сейчас подпишу прямо при вас, этим указом мы объявляем республиканский конкурс. Направлений предполагается два – для опытных управленцев и активной молодежи. Разрабатывать положение будут Министерство образования и администрация главы Чувашии. Ваши компетенции здесь, ваш опыт, ваше участие, я думаю, будет вот прямо вот очень нужно. Поле деятельности огромное. Для организации конкурсов понадобятся и наставники, и эксперты, и специалисты по оценке. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Младшие школьники Республики проверяли свои знания по национальным языкам. Интеллектуальные игры по Чувашскому и Татарскому проводятся в Республике уже на протяжении 25 лет. Сначала приветствие, а потом и задание. И все на родном языке. В этом кабинете на Чувашском, в этом на Татарском. Республиканский этап 25-х интеллектуальных игр состоялся в прошедшие выходные. 103 юных языковеды доказывали, как важно не забывать родную речь. Мы в школе изучаем русский, татарский, математику. Но сегодня я пришла на Олимпиаду по татарскому языку, потому что я очень хорошо знаю татарский язык. Я думаю, что эти Олимпиады очень нужны для человека, потому что это проверка ума. Проверить интеллект, грамотность и общий кругозор. Задания в Олимпиаде не сводятся только к тестам. Четвероклассник Владимир Андреев из Марагаушского района готов к любым Олимпиадным испытаниям по Чувашскому. Мне моя учительница давала лиски на дом. Я каждый раз делала. Те задания, которые я не знаю, я спрашивала у своей мамы. Каждый день читал пословицы, загадки. Очень много решал ребусов. Чувашский или татарский в школах республики сейчас дети изучают по выбору. И начинается программа как раз с младших классов. Именно с детского возраста, с начальной школы и с дошкольного периода закладываются первые азы взаимопонимания, межнационального взаимопонимания, толерантности. Всем участникам интеллектуальных игр вручат именной сертификат, а победители и призеры получат дипломы, которые дополнят портфолио школьников. Ирина Волкова, Юлия Адюкова, Валерий Резюков, Республика. В регионах России реализуются 12 национальных проектов. 11 из них на территории республики. На важнейшие стратегические направления развития выделены огромные суммы. Но самым главным остается человеческий ресурс. Профессионалы, которые могут выстроить эффективную работу и получить конечный результат. Все это возможно только при взаимодействии представителей власти, бизнеса и общества. Механизмы сотрудничества обсудили на Всероссийской научно-практической конференции, которая прошла в чебоксарском филиале РАНХИКС. Роль инновационных систем в развитии страны, современные методы проектного управления, первые результаты реализации национальных проектов. В программе конференции выступление экспертов, работа по секциям, круглый стол, что показал первый год реализации нацпроектов. Если говорить о реализации национальных проектов, то сам подход очень хороший. То есть выделены проекты, созданы проектные офисы, проектные команды, разработаны мероприятия. На чем, мне кажется, нужно сосредоточить больше внимания, так это на реализации мероприятий. Как модно сейчас говорить, это дорожные карты. Сегодняшние студенты – это завтрашние сотрудники разных компаний. Это сотрудники всех органов власти всех уровней. И нам важно, чтобы студенты и будущие работники, они понимали все эти проблемы и понимали механизмы решения этих проблем. И были настроены на конструктивное взаимодействие власть, бизнес, общество. Сейчас управление в любой сфере невозможно представить без проектной деятельности. Студенты РАНХИКСа с первого курса учатся разрабатывать социальные программы. При этом есть обязательное условие. Надо постараться привлечь частный бизнес и инвесторов для их реализации. Мы хотим, чтобы наши выпускники, придя на работу в органы власти, в организации предприятий разных форм собственности, могли сразу приступить и к разработке, и к реализации тех проектов, которыми занимаются эти структуры. Кроме того, значительная часть наших обучающихся – это люди взрослые, это уже действующие специалисты органов власти всех уровней, это действующие представители организации бюджетной сферы, бизнес-структур. И в работе с ними мы тоже делаем акцент на следующую подготовку, для того, чтобы через них реализация национальных проектов шла более эффективно. В учебном заведении реализуется проект «Малая академия государственного управления». В нем задействованы студенты-старшекурсники, магистранты, аспиранты всех вузов республики. Они разрабатывают, защищают и реализуют свои социальные проекты в сфере здравоохранения, образования и культуры. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика. Один год лишения свободы условно, и еще два года запрета на управление автомобилем. Такой приговор вынесли бывшему главе сельского поселения Ядринского района после ДТП со смертельным исходом. В июле прошлого года фигурант уголовного дела на иномарке при выезде со второстепенной дороги не остановился и даже не снизил скорость. В результате столкнулся с «Ладой Грантой», которая двигалась по главной дороге. В дорожно-транспортном происшествии 18-летнему пассажиру отечественной машины были причинены различные телесные повреждения. Он был госпитализирован, однако, несмотря на все предпринятые медиками меры от полученных телесных повреждений, скончался 3 ноября 2019 года, не приходя в сознание. Свою вину экс-глава сельского поселения признал. Родственникам погибшего он также выплатил материальный и моральный ущерб. К другим темам, к столетию чувашской автономии в столичных школах запустили проект «Мой край, моя Чуваша». Наша съемочная группа отправилась в школу номер 60. В музее 60-й школы собран очень богатый и разнообразный этнографический материал. Около тысячи экспонатов и предметов быта, которыми издревле пользовались чуваши. От узоров национальной вышивки до музыкальных и рабочих инструментов. У чувашей было очень много видов музыкальных инструментов. Вот в словаре Ашмарина, например, описано 150 видов музыкальных инструментов чувашских. То есть разнообразие очень большое. Изготавливали в старину, ну, много сотен лет назад, например, да? Из чего изготавливали? Тогда и пластмассы не было, может быть, и железа-то не было. Изготавливали из природных материалов. Вот эти технологии хочется оставить, чтобы и наши потомки, чтобы их знали. Значительное место в экспозиции занимает ткацкий станок, который сразу привлекает внимание посетителей. На таком станке раньше ткали пояса и разного рода тесьму. Ученицы школы, они же экскурсоводы, продемонстрировали, как с ним работать. Ткачина садилась на скамейку. У нее было все в движении. Голова, глаза, руки и ноги. У Чувашьи высокая пословица. Шука плавает, а берег замерзает. Это от качествия. Щенок с титками ходит туда-сюда, а бердок сложно укладывать уточью. Так рождается хост. Выставка работает в будние дни, и посетить ее могут не только ученики и их родители, но и все желающие. Александр Соловьев, Валерий Рязюков, Республика. Набросали за сотню. Чебоксарские ястребы дома обыграли команду «Арсенал» и «Стулы» в рамках второго этапа чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги-2. За баталиями следил Рифат Фаткулин. Броски, дриблинг, защита и нападение. С первой десяти минутки игра на высоких скоростях. Камера едва успевает ловить мяч. При любом случае спортсмены пытаются забросить трехочковый. В первой четверти матча лидируют чебоксарские ястребы. Счет 28-19. Рады, хотим увеличить отрыв. У них все маленькие, как и у нас все высокие. Я единственный маленький у нас. Из-за этого мы ведем. Во втором тайме ястребы продолжили наращивать преимущества. Однако гости из Тулы просто так красно-белым не сдавались. А наоборот усилили атаку и агрессивно действовали в обороне. Мы игры более серьезные, то есть к ним более ответственно подходим. У нас уже нет права на ошибку, поэтому мы выкладываемся по полной. Пока у нас все получается. План на игру срабатывает. Переломный момент в игре наступил в начале третьей десяти минутки. По очкам хозяевам удалось значительно вырваться вперед. Кольцо арсенала словно заколдовано. Мяч просто не идет в корзину. Физически наши гораздо сильнее. Потом сорок четвертый номер, ну такого техничного нет вообще больше нигде. Ну и потом наши сыграны, наши играют командно. А туляки, они играют очень-то индивидуально. У них есть хорошие игроки, но команда не выстроена играть. Баскетболисты из Тулы выбрали другую тактику. Команда отказалась от сложных тактических комбинаций и полностью сконцентрировалась на атаках. Но и это не помогло. Наша команда идет на первом месте. И вот именно этими матчами мы открываем очередной этап чемпионата России. Пока мы идем на первом месте, я думаю, что именно от этих игр будет зависеть, как команда пойдет дальше. Если мы сейчас укрепим свое положение, то у нас есть все шансы выйти в плей-офф с первого места. Такая задача непосредственно стоит перед командой. К концу матча Арсеналу так и не удалось сократить разрыв. Чебоксарские ястребы умело блокировали все их контратаки. Победа за хозяевами 115-87. Впереди чебоксарцев ждут выездные игры в Майкопе. Рифат Фадкулин, Юлия Адюкова, Бахтиар Велиев, Республика. Это главные новости к этому часу. До свидания.